Последние метры новой ветки Мурмаши выходной железнодорожники укладывали ночью с 18 на 19 июня. За предыдущий день здесь взорвали последние скалы и увезли весь грунт, который не использовали для отсыпки. Чтобы новый участок не мешал обычной жизни Колы и других городков, рельсы укладывают бестыковым способом. Справа станция Мурмаши, слева выходной. Меньше чем через неделю по этому месту пойдут поезда, и Мурманск снова будет связан с железной дорогой, с большой землей. А пока здесь только насыпь, туча техники и красивый вид на реку Тулома. Экскаватор ковшом ровняет гравий. Вслед за ним со стороны выходного двигаются платформы с бетонными шпалами, к которым уже прикреплены рельсы. Кран выкладывает их прямо перед собой. Каждое звено весит 18 тонн. Передвинуть такую махину можно только в воздухе с помощью специального оборудования. Рабочие раскачивают звенья на тросах, чтобы уложить точно на место. Сразу за укладчиками едут вагоны с щебнем, которым засыпают пути между шпалами. А следом за ними специальная машина. Она запускает с щупальца подложку и утрамбовывает грунт, заставляя его осесть. Последнее звено на месте. Между путями всего метр. Для соединения укладывают четыре отдельные шпалы и отрезают короткий рельс. Закрепляют конструкцию металлической скобой и болтами. Платформы, краны, строительные вагоны возвращаются домой уже по новой дороге. Всего было уложено 5700 метров железнодорожного пути от станции выходной до блокпоста 9-й километр. И таким образом были соединены станции выходной и станции мурмаши. Вы довольны сегодняшней работой? Да, да. Пассажирские поезда пойдут по этой ветке не раньше 23 июня, когда рабочие проверят надежность новых путей и завершат ремонт железной дороги через Колу. Александра Клебцова, Илья Бояркин, ТВ21+. Субтитры создавал DimaTorzok